Всем привет! Продолжаю цикл видео по необычным пищевым рационам. И сегодня на обзоре китайский ИРП серии 13. Я уже делал обзоры различных китайских рационов. Что касается серии номер 13, это вроде как одна из последних их разработок. У них также и подобные аварийные рационы из этой же серии. Я снимал по серии номер 09. Вообще армия Китая, видимо, производит и очень часто меняет различные типы рационов. Даже одних рационов выживания у них очень много. Подразделяются они по различным типам. Что касается данного рациона, то он уже заявлен как саморазогревающийся. Он предназначен на один прием пищи на одного солдата. То есть здесь он сделан по американскому типу. В сравнении с американским выглядит вот примерно так. Как видите, китайский паёк уже даже внешне немножечко уступает американскому в плане упаковки. Здесь она такая более бюджетная. На американском она поплотнее. Сам паёк достаточно компактный. Калорийно здесь указано 4940 кГ. Это примерно 1100 килокалорий. Что касается упаковки, то здесь нет никаких зацепов для быстрого открывания. Имеется срок годности, точнее дата производства. Это 2015 год, 7 месяц, 31 число. Вариант меню здесь номер первый. Он, скажем так, не самый вкусный. Поэтому он чаще всего встречается. Ну что ж, попробуем открыть. Итак, друзья, содержимое перед вами. Итак, что мы тут видим? Во-первых, здесь имеется два брикета с основным блюдом. Вот они. Они также могут подогреваться. Здесь есть соответствующая инструкция и беспламенный нагреватель пищи. Здесь также имеется вот два таких пакетика. Первый пакет это напиток, быстро растворимый. К сожалению, здесь не указано, на какое количество воды его нужно растворять. Но, учитывая, что здесь основное блюдо подразделено на два брикета, и учитывая объем пакета, я так думаю, что минимум 500 миллилитров. Как ни странно, для такого большого пакетика здесь самого порошка очень мало. Смотрите, он здесь фактически на донышке. Вот. Все остальное это просто упаковка. Напиток растворился практически моментально, что очень хорошо. На вкус могу сказать, что чем-то напоминает растворенные в воде леденцы. И при этом вкус не очень яркий, а очень-очень слабенький такой. Видимо, все-таки предполагалось, что разводить нужно в меньшем количестве воды. С другой стороны, здесь основное блюдо, как я уже говорил, на два пакета разделено, и они довольно-таки объемные. Так что, может быть, такой вкус слабенький и предполагался изначально. Следующий пакетик, который здесь имеется, он очень маленький, и, если честно, не совсем понятно, для чего его нужно использовать. По сути, содержимое я знаю. Это редька, как ни странно. Но вот в каком виде ее употреблять, прямо в таком, или как-то это можно сочетать с этими блюдами, я точно сказать не могу. Сейчас все это открыто. Думаю, можно попробовать. Выглядит все это вот в таком виде. Видимо, это что-то вроде салата, скажем так, к основным блюдам, к примеру. Вот так это блюдо выглядит вблизи. Я съел одну ложку, и, как видите, порция здесь не очень большая. При открытии пакетика мне показалось, что здесь какой-то странный запах. Ну и сейчас этот запах стоит, как будто бы продукт слегка испорчен. Но, на самом деле, когда пробуешь на вкус, то какого-то такого специфического запаха и вкуса порченных продуктов уже не ощущаешь. Так что это, видимо, некая особенность этого блюда. А что касается вкуса, то как бы вам описать? Представьте себе, что вы едите салат корейский из острой моркови, но при этом вместо моркови редька. И при этом еще какой-то странный привкус присутствует из каких-то китайских специй. Вот примерно то я и почувствовал. В целом, есть можно, но не сказал бы, что это особо вкусно. Ну что ж, друзья, настало время для основных блюд. Основные блюда здесь поставляются в специальной упаковке. Как видите, здесь они уже упакованы для удобного беспламенного подогревания. На самом деле это очень удобно, не надо со мной ничего там мострячь. При этом здесь уже есть готовый такой вот кармашек. Видимо, для того, чтобы не обжигать руки при удержании уже готового к употреблению блюда. Сама инструкция здесь, естественно, только на китайском. Но, в принципе, здесь разобраться можно и так. В целом, здесь ситуация такая, что имеется внутри этого пакета, куда надо заливать воду, два беспламенных подогревателя с каждой стороны этого блюда. Вода заливается. При этом они предлагают залить воду, так подержать, потом перевернуть и так подержать. Вот 5 минут на каждой стороне. И суммарно через 10-15 минут блюдо уже считается разогретым. Что еще? Здесь также я заметил вот две такие вот рисочки, два небольших надрыва в этой части. Видимо, они сделаны для того, чтобы, когда блюдо уже нагрето, вы это просто отрываете по ним и вытаскиваете сам пакетик с блюдом. Ну, либо просто, может, не вытаскивать, а прямо так одеть рукав и держать его, и поглощать пищу сразу в таком виде. Ну что ж, надо все это залить и посмотреть, насколько эффективны эти китайские подогреватели. Если честно, мне этот вот пакетик не нравится. Он выглядит настолько хлипким, как какая-то, знаете, конфетная упаковка. Причем, сколько надо заливать воды, не сказано было на инструкции. В всяком случае, ничего такого я не нашел. А заливать воду, исходя из каких-то собственных соображений. Итак, реакция уже прет. Слышно какое-то бульканье. Виден легкий пар, хотя не знаю, как это на видео будет. И также ощущается легкий такой горбидовый запах. Для того, чтобы не терять время, я решил сразу поставить на прогрев и второе блюдо. В упаковке со вторым блюдом меня ждал сюрприз. Я здесь обнаружил специальный мерный пакетик, для того, чтобы строго следить за тем, чтобы вода была по этой линии. И не перелить чрезмерно много или мало. То есть, я с этим стаканчиком, можно сказать, немного ошибся. Ну, сейчас со вторым блюдом сделаю все как надо. Основные блюда уже разогреты. Но я хотел показать вам другой момент. У меня здесь во время подогревания отпечатки остались от упаковочной бумаги этого пакетика. Вот такие вот дела. Так что не знаю, как это я сейчас все буду оттирать. Но если будете сами покупать подобные пайки, то имейте это в виду. Сейчас я, наверное, все это сразу разложу на тарелки, для того, чтобы мы могли оценить объем и внешний вид этих блюд. Итак, перед вами содержимое меню номер один. Справа вы видите это жареный в соевом соусе рис с кусочками мяса. И слева это что-то вроде риса с овощами, но он здесь в каком-то совершенно кашеобразном состоянии. Здесь также имеются небольшие кусочки мяса. А что касается вкуса, то давайте протестируем. Вкус, если честно, меня не очень впечатлил. Сам рис какой-то такой резинистый. Как ни странно, блюдо совершенно не острое. Здесь нет каких-то, знаете, таких ярких вкусов. Как будто бы это плов, в который не доложили специи. Вот примерно так. Как ни странно. Хотя внешне, возможно, выглядит очень похожим на такой хороший добротный плов. Но, уверяю вас, на вкус это какая-то рисово-резиновая субстанция. Возможно, сытная. Но при этом какого-то яркого вкуса не имеющая. Вот так вот. Чувствуются здесь, конечно, какие-то легкие-легкие китайские нотки, когда ешь кусочки мяса. Точнее, наверное, это какой-то соевый текстурат. Но, тем не менее, вот такие вот легкие китайские нотки чувствуются. Но я бы не сказал, что это блюдо мне очень понравилось. Это, скажем так, для меня, конкретно для меня, это неудачно приготовленный риск. Что касается второго блюда, то внешне, как видите, здесь рис уже практически в кашеобразном состоянии. Вообще, изначально он заявлялся на упаковке, как рис с овощами. Но это получается уже рисовая каша, по сути. Здесь даже текстура риса не воспринимается. Надо оценить на вкус. Ой, но могу сказать, что на вкус это блюдо еще хуже, чем предыдущее. Здесь рис воспринимается именно как какая-то такая вот рисовая подобная субстанция. Овощи здесь чувствуются лишь слегка-слегка. Присутствует какой-то странный привкус у мяса, которое совершенно как мясо не идентифицируется. То есть, я внешне вижу, что это мясо, пробую текстуру, как у мяса. Но какой-то странный привкус присутствует. Видимо, здесь использованы самые-присамые дешевые продукты, которые только можно было найти в Китае. Это все-таки довольно-таки большая армия. Пайки производить наравне с какой-нибудь Данией у них, наверное, не получается. Так что здесь все самое дешевое, все самое простое. О ком-то супервкусе, конечно, говорить не приходится. Да, кушать можно. А да, объем этих двух блюд, он очень большой. На один прием пищи. Ну, сами представляете, да, вот два подобных блюда за раз есть. Но о каких-то, знаете, гастрономических изысках тут, конечно, речи не идет. В общем и целом, меню номер один у них считается, скажем так, не очень-то вкусным. Именно поэтому они его чаще всего продают. У них есть также меню с большим количеством мяса. Здесь, как видите, в основном один рис. Меню с мясом у них даже имеет больше колораж, насколько я помню. Здесь же колораж 1100 килокалорий, что, в принципе, для одного приема пищи, мне кажется, более-менее нормально. С другой стороны, конечно же, какого-то приятного вкуса здесь не ждите. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.